Первая задача все-таки сделать человека бессмертным. Я вижу в космосе, во-первых, безграничный рынок. Инвестиции в акции, которые так пугали наших родителей всякими кризисами, сейчас, наоборот, становятся единственным инструментом, который может побороть инфляцию. У бабушки может быть приступ диабета, ей нужно инсулин принести. И собачка радостно побежала, взяла инсулин и понесла бабушке. Клинтону сделали импичмент за то, что когда его спросили, был ли его член у нее во рту, он сказал нет. Для молодого поколения сейчас меняется совершенно представление о том, что такое пенсионное накопление и как они должны быть. Всем привет! Вы на канале Малек Трип. С вами Услан Гафар. Сегодня мы снова в гостях у Павла Черкашина. Павел очень успешно последние два года вложился в интересный проект. Сегодня моя задача расспросить его, какая венчанная стратегия им была выбрана и что сегодня, в такое непростое время, когда началась война в Украине, делать тем, у кого есть деньги. Потому что понятно, что всем русскоговорящим людям на всей нашей планете приходится принимать такие нестандартные решения, потому что многие из нас связаны так или иначе были с Украиной, с Россией. И все это сегодня, конечно, то, что происходит, большой кошмар. И все мы должны как-то в этом новом мире все равно дальше существовать, работать, зарабатывать деньги. У меня, Паша, к тебе первый вопрос. В чем уникальность вашей как раз венчанной стратегии? Мне очень интересно, потому что ты до этого, мы с тобой когда общались, уже так что-то рассказывал. Я хотел поделиться этим тоже с ребятами, которые нас смотрят. Да, мы венчурные инвесторы. Венчурные инвесторы, это означает, что мы инвестируем в проекты будущего и в том числе в рынки, которых еще не существует. То есть мы должны предсказать появление новых рынков и на основе этого предсказания можем выстроить стратегию в то, как мы будем инвестировать в этот будущий рынок. и кто будет лидерами этого будущего рынка. То есть если у нас есть информация о том, что будет происходить в экономике в том числе и в нашей жизни вообще в целом в следующие 5, 10, 20 лет, то можно эту информацию очень хорошо конвертировать в деньги, в инвестирование, в то, что наиболее вероятно должно произойти. И, соответственно, мы этим и занялись. Мы определили, начали с мечт, то есть со способности определить некую конфигурацию будущего, которую мы считаем наиболее вероятно и наиболее желанно для всех участников этого процесса. То есть если мы все хотим быть счастливыми, богатыми и здоровыми, то, в общем, мы можем взять модель жизни самых богатых, здоровых и счастливых людей и предположить, что в эту конфигурацию захотят все остальные тоже прийти и одновременно понять, что для этих людей, может быть, новое должно произойти для того, чтобы всем стало еще счастливее. И основываясь на такой стратегии, например, а, ну дальше, соответственно, определив эту конфигурацию будущего, мы можем начать разбирать это на отдельные индустрии. Например, посмотреть, как будет выглядеть финансовая индустрия, допустим. Финансовая индустрия наиболее интересна, потому что она ближе всего к экономическим изменениям. Там любые технологические инновации быстрее всего доходят до живых денег. И в финансовой отрасли видно одна главная тенденция, которую многие политики почему-то с ног на голову перевернули. Тенденция заключается в стремительном богатении населения. А политики об этом говорят как об увеличивающемся разрыве между богатыми и бедными. На самом деле это не богатые, это не бедные становятся бедными, это богатые ускоряются вперед с точки зрения своего богатства. Но дальше богатство от этих людей расходится вокруг и создает вообще развитие стабильного, спокойного общества среди людей. И все это подвержено такому процессу, как инфляция. Но инфляция бывает разная. Инфляция бывает, которую мы помним со времен Советского Союза, когда хлеб не на что купить, ты вышел на следующее утро, а цена в 10 раз выросла. На инфляцию ожиданий, когда чтобы купить новые BMW, нужно 6 месяцев в очереди стоять. Но при этом это не значит, что тебе ездить не на чем. Это значит, что ты просто не хочешь ни на чем ездить меньше, чем BMW. И вот эта инфляция сейчас создает, во-первых, возрастающее потребление среди людей, и она меняет структуру вообще товаров, стоимости, добавленной стоимости. Например, все вещи, которые делают роботы, стремятся к нулю в своей цене. И вот сейчас уже практически еда вся превратилась в такой товар развлечения, превращается в такой товар, который не стоит уже никаких... То есть, грубо говоря, в себестоимости семейного бюджета через 20 лет еда будет занимать копейки. Она, может быть, вообще будет бесплатной, если найдется какая-то бизнес-модель вокруг этого. А одновременно дорожает все, что делается людьми своими собственными руками. То есть, прекрасно можно себе представить ситуацию, в которой тренер по фитнесу будет стоить миллион долларов в минуту, например. Когда кроссовки, разрисованные каким-нибудь мастером на аукционе, будет стоить миллиард долларов. И цена вот этого миллиона и этого миллиарда – это уже не цена хлеба, а это цена вот этих ожиданий BMW. И, соответственно, вся функция денег начинает меняться, потому что уже неважно, сколько у тебя денег, появляется понятие дефицита или ограниченности вот этих товаров, которые люди своими руками делают, да, и сервисов, которые вокруг этого идут. И деньги, соответственно, должны из средства покупки хлеба больше превращаться в средства обмена любезностями, скажем так, да, в средства взаимодействия между людьми. Как вот культура Бернигмена – хороший показатель, на котором конкуренция между людьми за то, кто больше хорошего сделает для окружающих, да, и всем от этого хорошо. И, например, NFT – это хороший пример вот этой новой функции денег. То есть NFT – это появляющий сейчас на наших глазах новый формат обмена ценностей между людьми, которые на первое место ставят уникальность знаний, а не, грубо говоря, вес, массу этого хлеба условного, да. И вот это означает, что, грубо говоря, там все, что вокруг NFT, будет сейчас получать очень большое распространение, но с новыми моделями совершенно. И вот в это очень интересно инвестировать, да. Вот конкретная цепочка, например, да. Но одновременно с этим инфляция съедает все пенсионные накопления традиционные. Она ускоряется с такой скоростью, что даже американская налоговая служба, пенсионная служба уже официально объявила, что к 30-му году, скорее всего, все сбережения потеряются. Потому что с тем уровнем инфляции, как сейчас есть, государственные машины не способны эти деньги эффективно, на них зарабатывать столько же, сколько нужно для того, чтобы инфляцию покрыть. И это приводит к тому, что для молодого поколения сейчас меняется совершенно представление о том, что такое пенсионное накопление, и как они должны быть. И они понимают, что вообще-то инвестиции в акции, которые так пугали наших родителей, да, всякими кризисами, сейчас, наоборот, становятся единственным инструментом, который может побороть инфляцию. И начинают хранить деньги в индексах биржевых, а биржевой счет для молодого поколения заменяет уже обычный банковский счет. Потому что банковские депозиты уже потеряли свою ценность, и молодежь хранит деньги на брокерском счету, где они инвестируют эти деньги в индексы и в акции. И это приводит к тому, что большое количество новых сервисов, связанных именно с брокерскими услугами для молодого поколения, вот как Robinhood, потом Public.com и вот подобные роды сервисы, они сейчас становятся самыми быстрорастущими сервисами на земле. И если смотреть на них с позиции традиционных финансовых институтов, они выглядят очень странно. Их экономическая модель выглядит странно. И показатели вроде не такие, как у компаний традиционных брокерских сервисов. Но инвесторы понимают, что эти ребята революцию делают. И то, что они построят, через 20 лет будет каждым подросткам использоваться. А через 20 лет это будут не только те люди, которые сейчас есть, это еще будет плюс 2-3 миллиарда человек, которые сейчас в эту экономику заходят из развивающихся стран. И вот все это создает вместе прям кипящий котел возможностей с точки зрения финансовых сервисов, например, которые вот эту экономику строят. от NFT до брокерских счетов. И все в промежутке, что нужно для вот этого нового подрастающего поколения. Это как пример. И вот таким образом мы, разобрав, то есть определив эту конфигурацию будущего, разобрав с точки зрения финансовых сервисов, какие направления должны неминуемо появиться в экономике для того, чтобы это будущее состоялось. И дальше пошли, нашли всех лидеров в этих сегментах, со всеми поговорили и инвестировали в тех, кого мы считаем с большей вероятностью движутся именно в эту конфигурацию, которую мы хотим. И таким образом мы делаем эти инвестиции уже несколько лет, и они показывают очень хороший результат. Тоже там вот космоса, мы в SpaceX инвестировали вот точно на такой же философии задолго до того, как они стали мейнстримом. Мы, а сейчас там все инвесторы наши спрашивают, все хотят в SpaceX участвовать уже. То же самое было, например, Kraken, криптобиржа, которая по совершенно прогнозируемому сценарию с понятной мотивацией росла, но тем не менее, рынок, глядя на их исторические показатели, компанию сильно недооценивали. А мы такому роду инвестициями пять раз за год увеличили инвестицию. И таким образом у нас уже под управлением больше миллиарда долларов и около полутора тысяч инвесторов, которые вот с нами участвуют то есть мы делаем такие синдикаты, то есть мы определяем стратегию, определяем цель, в которую мы хотим инвестировать, под это делаем синдикат, здесь, как деловерскую компанию, и, соответственно, в нее инвесторы заходят, и мы одним чеком получаем возможность быть конкурентными, на самом деле, с ведущими венчурными фондами здесь, потому что мы можем там чек в пять-десять миллионов выписать за пару недель, имея вот эту силу нашего синдиката, что многие, даже крупные фонды, не могут себе позволить. И за счет этого мы получаем доступ в эти интересные сделки, в которые мы для себя определили, то есть мы для себя определили, что они самые интересные, но еще же в них надо влезть, это тоже целая там большая, серьезная работа. Но это уже не стратегия, это уже тактика. А что скажешь по поводу мы с тобой разговаривали космоса и удешевления как раз себестоимости доставки грузов на орбиту, как это вообще повлияет на будущее, что в связи с этим, ты разбираешься наверняка в этом хорошо, потому что вы с SpaceX давно, какие у тебя прогнозы, и как это повлияет вообще на будущее, какие инвестиции вы сейчас ищете как раз в этом направлении? Да, космос. Одно из самых больших направлений для нас сейчас, у нас уже несколько инвестиций, одна уже компания публичная, и я вижу в космосе, во-первых, безграничный рынок, безграничный в прямом смысле этого слова. И это безграничный источник энергии и безграничное пространство для освоения, и безграничный объем полезных ископаемых, которые можно добывать на астероидах. Единственное ограничение пока заключается в дороговизне этого процесса. То есть все технологии уже известны, понятно, что и как нужно делать, но все слишком дорого получается. Весь вопрос в дороговизне. Эта дороговизна складывается из нескольких основных факторов. Первый и самый главный – это стоимость доставки груза на орбиту. Просто банально оборудование, которое сделали на Земле, каким-то образом нужно доставить на орбиту. И это главный фактор, как закон Мура в компьютерных технологиях. Также падение стоимости доставки на орбиту подчиняется тому же самому закону прогресса. То есть если 10 лет назад доставка килограмма груза доходила до 20 миллионов долларов, а сейчас это измеряется десятками тысяч долларов, с запуском нового Старшипа SpaceX, эта цена должна упасть до сотен долларов. И Маск обещает, что стоимость доставки на базовую орбиту через 10 лет будет стоить порядка 20-50 долларов. То есть это означает, что каждая школа, каждая ферма может сделать свой собственный спутник, отправить его на орбиту, и этот спутник будет лично с каждой коровой общаться, спрашивать у него, как у него дела. И это будет доступно по деньгам. Это первая часть. Но самым важным переломным моментом в космической индустрии станет момент, когда появятся бизнес-модели и, соответственно, средства расчета и экономика космос-то-космос. То есть без опускания на Землю. То есть сейчас все равно наземная компания, наземная компания предоставляет услугу, на Земле расплачивается по законам земных государств, а в космосе предоставляется непосредственно услуга. Теперь представь, что на орбите летает дата-центр, в котором будет свое полноценное государство, например, или экономическая зона. И в этой экономической зоне любая компания может разместить свои сервисы. И дальше между собой они также на орбите обмениваются, ведут полностью экономику в цифровой валюте, не опираясь на законодательство ни одной страны. И это будет абсолютно легально и законно, и значит будет востребовано. Если это будет востребовано, значит следующей волной развития космических технологий, скорее всего, станут именно дата-центры. То есть место, где можно виртуально спастись от наземного государства, от заботливого ока наших государств, и существовать во внеземной юрисдикции. И если вы думаете, что это какая-то там фантазия на будущее, то почитайте в Тесле, по-моему, даже это есть, в User Agreement, по крайней мере, это точно есть в Starlink. Во всех бизнесах Илона Маска указано, что пользователь признает юрисдикцию, что вне земли не будет действовать земная юрисдикция. И теперь представьте, что каждый из нас, каждый из нас, даже может быть, как семья, как некая сущность виртуальная, может завести себе личность в оффшорной космической зоне. Эта личность может создать, например, собственный DAO, децентрализованную цифровую организацию, которая уже владеет всеми активами. Как ни странно, именно так устроено владение всеми деньгами для миллиардеров здесь в Америке. Любой миллиардер здесь знает, что владеть напрямую активами не нужно, нужно сделать траст, который будет сделан в интересах Красного Креста или инопланетян, неважно, а человек является просто бенефицаром этого траста. Вот точно такую же схему рано или поздно реплицируют на орбите, для фрилансеров. И будет миллиард человек, которые будут работать на Земле, но сбережения их будут храниться в дата-центре на орбите. И для того, чтобы такую экономику построить, нам, в общем-то, мы не так далеко. То есть, единственный, последний фактор, который остался в удешевлении, это доставка на орбиту. А, ну, еще один важный фактор это стоимость вычислений. Вот, но они и так, сами по себе, процессоры падают, если сейчас еще квантовые компьютеры подтянутся. То есть, ограничений с вычислениями не будут. На орбите и проблем с охлаждениями дата-центров меньше, и проблем с электропитанием меньше. И, соответственно, логично будет предположить, что на орбите появятся дата-центры, появятся электростанции по добыче солнечной энергии и ее продажи этим же дата-центром. Появятся экономические сервисы, связанные с обменом ценностей, и потом вот эта уже экосистема начнет строить долгосрочную систему освоения солнечной системы. То есть, если думать про освоение Луны, Марса, добычи полезных ископаемых на орбите, на поясе астероидов, например, то это не техническое ограничение сейчас существует, а ограничение существует только в стоимости. И это означает, что решить его должна другая бизнес-модель и ничего большее. Вот как только эта бизнес-модель заработает, и космос превратится в совершенно другого масштаба рынок. Мы с тобой беседовали сегодня как раз про интерфейс как раз мозг, компьютер. Давай тоже про этот тренд проговорим. Насколько вы сейчас туда направляете свое внимание, изучаете этот бизнес и технологии. И как ты считаешь, это глобально повлияет на будущем, на каждого из нас? Да, я считаю, что глобальная задача венчурных инвесторов, которую тоже Илон Маск сформулировал, заключается в двух вещах. Первое, подготовить плацдарм для человечества где-то за пределами земли на всякий случай, но первая задача все-таки сделать человека бессмертным. И на пути к этой задаче наука современная подошла довольно близко к пониманию того, как мы устроены, как мы работаем, и в том числе к осознанию того, что мы как система состоим не только из железа условно, а из софта, как компьютер. Есть оборудование этого компьютера, а есть софт, который загружается туда. И то же самое у человека. У нас есть наше тело, но у нас есть наше сознание, которое действует как софт. И оно написано на программном языке, и можно управлять так же, как программным языком. И что это означает? Это означает, что мы можем разгонять наш мозг не путем физического насилия над ним, больше электричества или еще что-то, а путем добавления к нему разных полезных навыков, умений. Представь, например, что навык чувствовать ложь. Это конкретный навык, которому человеку можно научить за несколько сеансов, используя методы и нейролингвистического программирования. И представь, что ту же самую работу, вместо того, чтобы проводить ее с опытным психотерапевтом, ты можешь провести собственным мозгом из мобильного приложения. Ты взял мобильное приложение и сказал, хочу этот навык, купил его за 3 доллара или бесплатно получил, и загрузил его себе в мозг. Как сегодня, например, можно телефон навести на небо и увидеть созвездие таким же образом? Ровно так же. Или представь, что у тебя по дому бегает собачка, и эта собачка на самом деле это супер современный диагностический центр. Она знает все про всех вокруг, потому что у них так нюх устроен, из 500 миллионов параметров запаха они выстраивают очень детальную картину мира. И вот ты сидишь, у тебя телефон уведомление ты посмотрел, а там уведомление из мозга собаки, что в холодильнике рыба протухла, по улице прошел пьяный человек незнакомый, у бабушки может быть приступ инсулина, ей нужно принести, приступ диабета, ей нужно инсулин принести. принести, ты говоришь да, и собачка радостная побежала, взяла инсулины и понесла бабушке. Вот это опять же казалось бы фантастическое будущее от нас на расстоянии десятилетия максимум. Единственное, что нужно для того, чтобы она состоялась, это нужно наличие нейрокомпьютерных интерфейсов, то есть нужно или технологии имплантирования в мозг, как нейролинк предложил, или какие-то другие средства, датчики, система, которые способны снимать информацию с деятельности мозга и переводить ее в компьютерный язык и обратно. И тогда условно я с таким мозговым интерфейсом, ты со своим мозговым интерфейсом, между нами нейронная сеть, которая переводит с языка твоих мыслей на язык твоих мыслей, и вот на телепатии. И мы от этой телепатии тоже на расстоянии нескольких лет находимся. И нейролинк уже начал эксперименты на людях. У нас в портфеле уже несколько компаний, которые активно в этой области работают. Одна тоже в этом году уже должна начать первые испытания на людях. То есть это технологии, которые могут прийти в нашу жизнь очень скоро. И их не надо бояться, они на самом деле прекрасные, потому что испортить жизнь человеку очень тяжело, иммунитет хорошо для этого устроен. А вот помочь ему очень легко. Помочь чувствовать себя счастливее, быть здоровее просто за счет общей гармонии в теле, обладать в том числе вот этими новыми навыками, которых может быть иначе бы сложно было получить, потому что им сложно учиться. А так их можно загружать в себе в мозг. И мы для того, чтобы в это направление инвестировать, прям отдельный фонд сделали, он называется интерфейс фонд. на 20 миллионов мы инвестируем небольшими чеками. Мы хотим в этом году проинвестировать в 20 компаний, которые станут основой в этой революции. Потому что мы знаем, что революция идет, мы знаем, что, грубо говоря, какие компании эту революцию принесут, какие технологии они предложат миру и, соответственно, что эти технологии будут значить и как они будут приходить на рынок. То есть мы не знаем пока там сколько будет стоить эта компания или как конкретно будет выглядеть упаковка этого продукта, но мы знаем, что в течение следующего десятилетия вот эти компании предложат человечеству вещи, которые, каждый из которых создает там триллионный новый рынок. Вот. И это хороший предлог, чтобы в них инвестировать. Вот. Так что это наша первая попытка инвестировать не просто в отдельные компании, да, которые мы находим, а инвестировать в целое направление, в целую новую индустрию. Но для меня это уже не первый опыт, а третий. И в предыдущем таком же небольшом фонде из 24 инвестиций 8 перевалили за миллиардную оценку за первые 4 года своего существования. Так что, в общем, мне кажется, что эта модель хорошо себя зарекомендовала и оправдывает. Ну, в связи с тем, что сейчас в мире происходит, у меня тоже вопрос, да, то есть то, что 24 числа там Россия напала на Украину, ну, в Украину, вот, в связи с этим много русскоговорящих людей во всем мире испытывают, ну, проблемы, там, с бизнесом, и тоже, возможно, там, кто-то из них сейчас задумывается о том, как вот те деньги, которые были уже заработаны, да, то есть эффективно было бы там куда-то вложить. И, там, вот я знаю, в России тоже куча сейчас ограничений, там, уже понятно, что там часть, там, санкциями эти ограничения были навязаны, да, часть там, соответственно, там российское государство, там, да, защищаясь, там, от санкций тоже, там, какие-то меры, там, предпринимают. Вот я недавно слышал, Binance тоже, да, запретили там выводить больше 10 тысяч долларов, по-моему, да, через их биржу. Вот, как ты считаешь, вот, ну, что сейчас вот всему русскоговорящему миру, там, ну, предпринимателям русскоговорящего мира, как им вот, спасаться от всех вот этих вызовов, кризисов, которые вызваны как раз вот этой войной? Ну, во-первых, мы все будем чувствовать коллективную ответственность за то, что мы говорим на одном языке с Путиным и Кадыровым. И это нужно принять, да, нужно понять, что мы никуда от этого не денемся, и все равно это на нас будет висеть уже. И я чувствую за это ответственность даже не потому, что, не потому, что мы из одной страны, потому, что мы не дожали, потому, что могли, там, в 12-13 году, когда было протестное движение в России, мы могли дожать и все-таки и как-то добиться сменяемости власти. Но вот не добились, теперь расхлебываем за это. Но, тем не менее, мои советы инвесторам следующие. То есть, во-первых, во-первых, нет вражды по отношению к русским и русскоговорящим. Там, где она есть, это просто следствие невежества, и с этим можно и нужно бороться. если мне говорят, что мы с русскими не работаем, я говорю, что я еврей. Вы с евреями не работаете? И это означает, что инфраструктура здесь, она, в принципе, работает. И банки, и инвестбанкиры, и все остальные мне позвонили кучу народу с поддержкой, со словами, что, ребята, мы понимаем, через что вы проходите, держитесь. То есть, мы продолжаем открывать счета, мы продолжаем инвестировать, у нас нет в этом плане никаких ограничений. И то же самое у инвесторов. Основные ограничения возникают, если люди пытаются соответствовать противоречивым российским законам в области регулирования, которые сейчас не имеют никакого смысла, потому что единственная задача у Путина это забрать все доллары, которые он может. Они ему нужны сейчас для того, потому что экономика разваливается просто на глазах. Я, если честно, считаю, что если вы ориентированы как инвестор в долгосрочной перспективе на российский рынок, то это совершенно нормально, но просто сейчас нужно спасти деньги, чтобы их Путин не забрал на войну. И через какое-то количество месяцев это все закончится. Все равно власть в России поменяется, наступит, придет демократия и конституционное правление, просто потому что так история устроена, потому что это всегда происходит. И каждая страна на земле мучительно проходит этот этап демократизации в какой-то момент. Вот Россия подошла к этому моменту по всем сигналам. Я использовал ту же самую инвестиционную стратегию, что и для анализа стартапов, для анализа будущего России. И по моим расчетам вообще до конца этого года должна власть поменяться. Но если не этот год, следующий год, не имеет смысл предпринимать никакие действия до этого момента, но имеет смысл быть там с деньгами в тот момент, когда разрушенная Россия, надо будет срочно восстанавливать, потому что это будет супер бизнес оппортининти для всех. Если же ориентироваться на международный рынок, то сейчас действительно самое лучшее, что можно сделать, это вложить деньги в американские технологические компании. Если раньше это казалось самым рисковым видом инвестиций, то сейчас это оказалось самым безрисковым видом инвестиций. Риск банкротства 1 на 250 случаев, если рассматривать позднюю стадию. И при этом все устойчиво показывают минимум 30% годового роста, это считается плохой результат, 50-100% растут. Поэтому это прекрасная возможность, если у вас честно заработаны деньги у инвестора, приходите, проходите KYC стандартный, то есть процедуру проверки клиентов, соответственно мы проверив клиента, добавив ее в свою базу, автоматически делаем его аккредитованным инвесторам США, что очень сильно помогает людям с точки зрения того, чтобы потом банковский счет открыть или еще какую-то деятельность вести. Поэтому в этом плане у наших инвесторов появился дополнительный стимул к тому, чтобы просто деньги сохранить здесь в моменте. Ну и крипта еще. Крипта сама по себе хорошая. В это время инвестиция. Мы тоже начали принимать инвестиции в крипте. И в общем я бы так сказал, что для любого русскоговорящего инвестора я бы сейчас в качестве приоритета поставил только одну задачу. Просто сохранить деньги. Спасти. Не думать о том, как там приумножать и не бояться потерять какие-то крутые бизнес-возможности, а просто думать о том, что сейчас самое время эти деньги сохранить. С моей точки зрения лучший способ сохранения это в акциях американских компаниях под управлением американской управляющей компанией. Да, надежно, защищено всеми томогавками этой страны. Я еще иногда сейчас, когда происходят споры по поводу того, что конец гегемонии США, доллар и все такое, я тоже недавно медитировал об этом, думаю, что доллар фактически является таким же токеном, как и условно биткоин, только у доллара обеспечение это военно-морской флот, космические силы Америки, то есть у него с точки зрения обеспечения, то есть помимо всех экономических там и там... Да, стабильность как цепная валюта. Да, да, то есть, ну ты здесь, и поэтому я думаю, что сегодня здесь как бы там ни было в этом всем хаосе сегодня понятно, даже те, кто вчера еще сомневался в силе этой единицы, то есть сегодня как бы не сомневаются, да, там я знаю, сейчас там Норвегия, Финляндия, там и вот эти все скандинавские страны тоже присоединяются к НАТО, как раз тоже по этой причине, чтобы сохранить свою стабильность при угрозе вот этой вот, ну... В США главная сила даже не в авианосцах, а в правде. Сила в том, что в этой стране в свое время был выстроен культ правды, да, и вот был написан документ под названием Конституция, который определил, что такое правда и как по ней жить, и вот эти изгои, которые со всего мира сбежались и начали жить по этой правде, и эта правда настолько важная, вплоть до того, что там государственному чиновнику уже нельзя врать, да, там Клинтону сделали импичмент, не за то, что он с Левинским сексом занимался, а за то, что когда его спросили, был ли его член у нее во рту, он сказал нет, а потом они доказали, что был, понимаешь, и вот этот факт вранья по конкретному факту стал основанием для того, чтобы президент потерял, президенту был объявлен импичмент, представляете себе мощь страны, которая способна сделать такое со своим собственным президентом, вот эта сила правды, вот эта мощь этой системы, она обеспечивает вот эту стабильность, да, и поэтому системе доверяют, потому что знаешь, что там нет человека, который может в ней, понятно, что всегда система несовершенна, но в основе ее лежит вот эта жесткая привязка к правде. Да, ну я думаю, что еще знаешь, вот сегодня такие сигналы, что там, раз, там, Бинанс, например, запретил определенные манипуляции сделать там в России, там, я знаю, сейчас США тоже готовится определенное законодательство, все равно получается так, что вроде как биткоин и все криптовалюты, они вроде как децентрализованы, там, и призваны сделать новое, там, будущее, цифровая валюта, все такое, но фактически сегодня там разными государствами вводятся определенные ограничения, которые, ну, не будут невозможны все это, ну, как бы быть, или нет. Я думаю, все государства усиленно выпихивают людей на орбиту. Я думаю, что вообще эта революция фрилансеров произойдет тоже быстрее, чем мы можем себе представить, что уже сейчас мы уже обсуждаем с инвесторами реально такую схему, что любой человек может сделать себе дау и использовать этот дау вместо траста для и это идеальная схема ухода от налогов любой юрисдикции мировой, потому что эту лазейку в свое время придумали для себя самые богатые люди и ей обезопасились и теперь эта лазейка становится открытой за счет блокчейн-технологии и вообще самой концепции дау для всех людей на земле, да, и теперь не нужно зарабатывать миллион долларов в год, чтобы такую штуку сделать, а можно зарабатывать сто долларов в месяц и все равно иметь свою собственную траст, да, и хранить деньги вне досягаемости того или иного, той или иной государственной машины, вот, я, я почему это говорю, что доверие к государству вообще в целом падает, это нормально совершенно, то есть государство это сервисная функция, это просто обеспечение, чтобы говно сливалось и мусор вывозили, правильно, вот, а все остальное экономика сама себе сделает, и людям в этом плане в меньшей степени начинают полагаться на государственные институты, все в большей степени полагаются просто вот на собственные силы, и это уже поколение наших детей уже так будет жить, то есть мои старшие дети сейчас в университете учатся, и я думаю, что через пять лет у них уже будет полностью цифровой банк в кармане со всеми инструментами криптового мира интегрированными туда, и может быть у них туда и подключится уже и какой-то траст виртуальный, на котором они начнут строить свои пенсионные сбережения, инвестируя по копеечке в SpaceX и подобные компании. Спасибо, Паш, за твои ответы, очень так вдохновляю, очень интересно. Ребят, те, кто смотрит это видео сейчас, задавайте вопросы в комментариях, и мы обязательно зададим их на нашей следующей с Пашей встрече. Да, Паш, тебе спасибо большое, очень интересно было, пообщаться. Спасибо тебе.